Приемная кампания КФУ продолжается. 26 августа был опубликован второй приказ о зачислении на бюджет. Как сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Олег Бодров, норма приема в этом году полностью выполнена. В соответствии с контрольными цифрами приема мы должны были зачислить 2834 человека. Полностью и в полном объеме мы эти цифры выполнили. Контрольные цифры приема ежегодно назначает Министерство науки и высшего образования России. Также государство назначает пороговую цену за обучение. ВУЗ не имеет права брать студента на платное отделение за большую сумму, чем приходит в университет за бюджетника. В этом году цена была установлена с учетом особенностей этого года, пандемии. И в силу этого обстоятельства цены практически изменились лишь символично. То есть на уровне инфляции какие-то отклонения были. Но не более того. Несмотря на закрытые границы и пандемию, количество иностранных абитуриентов в этом году только увеличилось. На сегодняшний день 2560 абитуриентов иностранных уже заключили договора. В прошлом году эта цифра у нас была где-то в середине сентября. Отдельно считают и заявления стобальников. 117 человек зачислено, хотя заявление 473 стобальника нам подавали. Но это вот на бюджет. Есть стобальники, которые пойдут еще и на контракт, так что эта цифра скорее всего изменится. А больше всего стобальников это Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем. Туда 17 человек зачислено. Также 17 человек это Институт филологии межкультурных коммуникаций на языковые программы. И 16 человек это Институт международных отношений. Напомним, что студенты-победители или призеры Олимпиад, а также набравшие 100 баллов по общеобразовательному предмету на ЕГЭ, единовременно получат специальную стипендию ректора по 180 тысяч рублей соответственно. Камиль Гемоздинов, Ленар Довлетяров, Универньюз.